друзья всем привет тема сегодняшнего видео будет флорариум с суккулентами я попытаюсь вам рассказать о том можно ли сажать суккуленты флорариум какие растения в итоге по прошествии там некоторого времени вы получите и вообще вообще постараюсь объяснить каждый нюанс этой темы тема этого видео возникла у меня не случайно можно сказать даже спонтанно возникла я всегда включаю youtube и начинаю какие-нибудь дела делать на кухне там готовлю кушать мою посуду и ролики плавно там небольшие ролики плавно постепенно друг за другом на авто перемотки начинают включаться и вот не помню какое уже видео смотрела и как-то вот плавненько плавненько вся моя лента обновилась и начался ролик про флорариум и я обычно знаете когда делаю какие-то дела я не обращаю внимание на картинки там просто можно сказать как приемник слушаю youtube но когда девушка начала рассказывать я бросила все свои дела и уткнулась носом в этот ролик и я пришла в ужас и поэтому сегодня с полной уверенностью я говорю словами моего любимого героя из поднятой целины михаила шолохова деда щукаря он говорил вообще у него там очень много крылатых выражений переплетающихся с диалектами речь очень интересная ну кто читал тот меня поймет и тот кто любит это произведение и вот дед щукарь говорил дорогие граждане и старухи даю полный отлуп кондрату партия изо всех селов указывает разводить критику и самокритику так вот дорогие мои граждане старухи друзья подписчики и все-все-все кто меня слушает сегодня я даю полный отлуп флорариум и сейчас я объясню почему на самых ранних этапах своего суккулентоводства все новички начинают покупать растение не задумываясь о том какие условия содержания ему нужны и вот купив в магазине несколько суккулентов некоторые покупают прям сразу флорариум и потому что очень красиво они смотрятся вот если сравнить композицию просто в горшке посажен одиночные растения да но здесь как бы их много но все равно они одного типа литопсы здесь каждое растение посажено в свой отдельный горшок миленько но ничего особенного да а вот если посмотреть сюда я специально для этого ролика сделала мини флорариум конечно я его сейчас после ролика быстренько разберу ну так чтобы показать вам вот посмотрите вид издали да на что обращается прежде всего внимание ну конечно же на флорариум вот этот мини флорариум вот этот стабилизированный мох яркий бросается в глаза растение там вроде как ну прям красиво красиво вот заглянем давайте внутрь вот это у меня срублены срубленная голова вытянувшийся эхиверия блубирт вот она голубая это вот детка хавортии варигатный цимбиформис это вот маленький кореец который меня на укоренении в другом конечно горшке не здесь вот я те растения которые у меня пока без корней я их собрала в кучку и заткнула вот в этот флорариум смотрится красиво симпатично с разных сторон я еще не украшала можно сказать камнями это все ну вот как то так и конечно же новичок когда смотрит на флорариум у него загораются глаза и слова хочу перевешивает все слова на свете и также если ему не попадается на пути уже готовы флорариум то купив магазин несколько суккулентов новичок может прийти к выводу что уход за ними но должен быть примерно одинаковых так как они стояли на одной полке в магазине посажены они в одинаковый грунт в одинаковые горшки но новичок не знает что благодаря той химии которые которые обрабатывают голландские растения которые обрабатывают растения в магазинах эту всю обработку держит в секрете химии обрабатывают почву обрабатывают растения сверху и новичок не знает об этом и купив это растение она некоторое время у него нормально себя чувствует чуть стоит его ему пересадить то пошли проблемы вот кстати вот это растение это мне подарила дочка вот эту агавоидную хиверию мне подарила дочка на 8 марта самодельной такой открыточкой с моими фотографиями с подписями лучший суккулентовод но приятно конечно я не считаю себя лучшим суккулентоводом но все равно приятно вот это растение это какой-то по всей видимости голландец я так подразумеваю что это хиверия агавоидес ред у меня есть агавоидес ред но у нее немножко другие листья но вот уже о том что я говорила выше до этого растения обрабатывают так что внешний вид их порой очень трудно узнать то есть она вроде похожа с моим много сходств но вроде как и форма листьев немножечко другая и иголки на концах листьев немножко по-другому расположены на моем на red более вытянуты здесь они как бы листики более компактные вообще розетка более компактные чем я пока не знаю предположительно это у меня red но пока еще я в раздумьях вот она у меня адаптируется я ее пересадила из грунта из магазинного и вот она у меня постоит где-то месяца два может быть три и только потом уже точно я вам скажу red это или не red и вот благодаря этой химии растение некоторое время могут переносить неподходящие условия этим и пользуются те предприниматели которые сажают растения во флорариума и продают и самое интересное то что вот те ролики о флорариумах которые показаны на наше обозрение показывают люди совершенно не сведущие в суккулентах вот это самое страшное то есть люди с такой уверенностью рассказывать что да это правильно что да это хорошо что делайте именно так и все будет замечательно что порой удивляешься как человек может быть такой самоуверенный ну как бы это знаете одна из линий маркетинга то есть ты должен быть уверен в своей точке зрения гни свою линию правильная на или нет но вот представляя на обозрение красочные суккуленты сажая их вот в такие флорариумы они с уверенностью говорят что это правильно я просмотрела много роликов но немного штук пять наверное просмотрела и везде одно и то же я я просто пришла в ужас понимаете дело в том что люди совершенно не сведущие в суккулентах рассказывают о них как будто они вот всю жизнь посвятили этим флорариумом причем даже суккуленты называют неправильно это это просто наверное как крылатые фразы можно записать где-то и рассказывать по приколу одно из впечатляющих виде видео которое я просмотрела называется инструкция флорариум с суккулентами и вот в этом видео девушка рассказывает все с точностью наоборот то есть она рассказывает что так должно но на самом деле так ни в коем случае не должно ведущая говорит что во флорариум она для для своего флорариума выбрала два вида красу и хавротию но это просто ужас уже с первых фраз уже приходишь в ужас какая хавротия знаете я по приколу называю свои хавортии хаврониями иной раз но это по приколу это как бы в шутку но когда человек рассказывает на камеру что я выбрала хавротию для своего флорариума и говорит это на полном серьезе то это уже уже эта фраза заставляет задуматься ее компетентности причем эта девушка она позиционирует себя как флорист ну флорист должен же знать название цветов правильно если ты с вращаешься если ты в этой сфере постоянно крутишься то однозначно условия содержания растений условия ухода название это как как дважды два она должна это знать закрытыми глазами ну прежде чем посадить скуленты в какую-то емкость она рассказывает о том что ну как бы как предысторию рассказывать что суккуленты можно сажать в любую емкость это может быть стекло дерево керамика и даже металл ну мама моя родная ну какое дерево какое стекло какой металл ну девушка ну вы о чем вообще потом она переходит к рассказу о том как она сажает суккуленты и говорит что у хавротии корневая система небольшая и как она уже говорила как она уже до этого говорила этим растением будет хорошо во флорариуме опять же как я повторяюсь все с точностью наоборот как раз у хавротий массивные корни и емкости для посадки нужны им глубокие с крупным с крупным дренажом распределенным по всей почве то есть разрыхлители должны быть не мелкие не мелкий песок а именно крупные камушки должны присутствовать в грунте для хавротий также девушка говорит что нужно освободить растения от транспортировочного грунта да это правильно обязательно купив голландские растения вы должны освободить их от транспортировочного грунта но освободить это от слова полностью освободить то есть все то есть всю землю весь вот этот торф, содержащийся на корнях, вы должны размочить, раздавить, сыпать его, если он сухой, немножечко увлажнить, то есть корни должны быть голые. Проговорив это, она сажает в флорариум, ну такая вот у нее примерно емкость была, и она просто только пошире, ну под вид аквариума, и она сажает вот эти суккуленты, там у нее пара эхиверий была, она сажает вместе с транспортировочным грунтом, совершенно не освободив, сажает на дно, просто кладет на дно эти растения с транспортировочным грунтом, и все, она посадила, то есть проговорив то, что освободив, она не освобождает. Дальше, говорит, что используем грунт для кактусов. Вот этот магазинный грунт для кактусов, то есть она посадила, три растения поставила на дно стеклянной емкости, и обсыпала их грунтом для кактусов, ну это ужас. Причем насыпая этот грунт в эту емкость, в этот аквариум, она приговаривает, что грунт этот песчаный, не видно ни одной песчинки, торфосмесь воздушная, благоемкая, легкая, ни одной песчинки там нет. Так, после того, как она это все посадила, все она засыпала, корешки, немножечко розетки придавила, для того, чтобы они не топорщились из торфосмеси, дальше она говорит о том, что нужно все декорировать. Для декорирования, она говорит, что мы используем натуральный мох, либо лесное гнездышко, гальку, ну класс, ну прям супер. Мох и суккуленты, для мха нужна влажная среда, постоянная влага, декорируем мхом, да. У вас либо мох погибнет, либо суккуленты. Также стабилизированный мох, вот так вот, вот этот стабилизированный мох-ягель. Этот мох-ягель, сейчас очень раскручена эта тема, собирают в лесу мох-ягель, красят его путем добавления в воду глицерина, в горячую наливают туда колер и отправляют этот мох окрашиваться на недели, две, три. Потом вынимают, просушивают, и получается вот такая красота. Ну, для искусственных флорариумов, да, я согласна, вот этот мох-ягель, ну это он у меня еще такой обшарпанный, я где-то там нашла, у меня в пакетике валялся в шкафу. Когда-то я покупала, даже не помню для какой цели. В общем, он у меня уже, наверное, лет семь точно валяется. Но когда говорят, что натуральный мох используем для декорации, также птичье гнездышко, которое вы нашли в лесу, она ставит это птичье гнездо рядом с хиверией, вот на том месте приблизительно, где сейчас красный этот ягель, она туда ставит птичье гнездышко. Естественно, оно из натуральных материалов, из соломы, из веточек, из чего делают птицы гнезда. Естественно, это все впитывает в себя влагу, постепенно это гнездышко покроется плесенью, однозначно плесень эта переберется махом на растения, если растения до этого не погибнут раньше. Ну, такое прекрасное видео я смотрела. Девушка посадила в совершенно непригодный грунт без дренажа, в стеклянную емкость, три суккулента, неправильно их назвав, заложила всю оставшуюся поверхность натуральным и стабилизированным мхом, засыпала все это галькой, то есть совершенно перекрыла доступ кислорода к корням, засыпав это все галькой. Поставила рядом гнездо и назвала это инструкцией «Все шикарно, пользуйтесь, новички, да будет вам счастье!» Это инструкция о том, как делать не надо, вот я говорю, с точностью до наоборот. Еще одно видео смотрела, где девушка показывает, по-моему, три суккулента у нее вытянутых. Она говорит, что они, да, они вытянулись, но мы их преобразим, мы им дадим, вернем должный вид, посадив их во флорариум. Сажает их в емкость побольше вот этого стакана, ну, наверное, может быть, там, в литровую, может быть, 0,7 у нее емкость. Точно так же, точно такой же грунт у нее, несмешанный, сажает эти три бедных суккулента, которые, ну, наверное, через неделю-две они у нее сдохнут, это 100%, но она их преображает. Еще одно видео смотрела, где женщина сажает суккулента в чайник. Стеклянный чайник приблизительно, где-то, наверное, на 2 литра. И вот горлышко у этого чайника, ну, вы понимаете, какой бывает чайник, да? То есть дно его и бока, они пузатые, и дальше чайник сужается. То есть чайник 2 литра, он приблизительно у основания бывает, ну, вот такого размера. То есть здесь пузато, здесь узко. То есть доступа кислорода к суккулентам совершенно нет. Она их пытается там засунуть, пытается их декорировать. Все красиво, все изящно, все у нее готова композиция. Друзья мои, все флорариумы с суккулентами, это композиции однодневки. То есть те продавцы, которые вам говорят, что вот эти суккуленты растут уже здесь полгода, там, 7 месяцев, там, около года. Не верьте. Во-первых, самое главное, самый отличительный признак вот такой лжи, это то, что если взять суккулент, сейчас я присяду, если взять такой флорариум в руки, так, как бы мне переложить, левой рукой я не умею, вот. Вот видите, свеженасыпанный грунт, причем торф, обычный торф, дренажа там, я бросила для вида, несколько керамзитин, но у многих его совсем нет. То есть, если этот флорариум стоит у вас, как они утверждают, 4-5-6 месяцев, то 100% здесь, возле стенок, на земле, все будет зеленого цвета. вот здесь. То есть, вот эта поверхность, она у вас, простым языком говоря, зацветет. А так как, вот она еще не зацвела, стенки не зеленые, водорослями никакими не покрылись, это значит, что этот флорариум свежий. То есть, растения в него запиханы вчера или сегодня. Вот так он может простоять, суккуленты, конечно, могут простоять, вот в таком флорариуме, без полива месяц. Потом они начнут сохнуть, потом они начнут увядать, когда вы начнете их поливать, произойдет самое ужасное, что может произойти. Во-первых, вот этот торфогрунт, он не будет пропускать влагу, как девушка в видео говорила. Для суккулентов во флорариуме достаточно по 2 чайные ложки под растение. Вот смотрите, мы сейчас подольем 2 чайные ложки под растение. Вот 1 чайная ложка, вот 2 чайная ложка. Смотрите, что-то я, наверное, не так сделаю, потому что вам не видно все равно было. Вот я налила 2 ложки, да, вот сейчас налью даже третью. Вот, налила я третью. Смотрите, влага оседает, она уходит на дно бокала. Здесь, под растением, где находятся корни, грунт сухой, совершенно, ну, плохо видно, ну, просто я вам объясняю. Здесь грунт сухой, то есть влага осела у вас по краям бокала, корни растения остались неполитыми. Точно так же. Вот эта влага, она будет застаиваться, так как она, и сюда еще 3 ложки сейчас нальем. Вот так, раз, два, три, мы еще четвертую нальем. В общем, вся влага, видите, она осела вот здесь, вот в этих пузырьках, которые не заполнены почвой. Все, эта влага, она не будет использоваться растением, так как здесь нет корней, и она со временем приведет к закисливанию почвы и к загниванию растений. Да, еще одно видео пришло на ум, как девушка тоже сажает суккуленты во флорариум и перечисляет состав грунта. То есть, мы сыпем слой земли, обычной вот этой торфяной, слой коры для суккулентов, кора, чайная ложка древесного угля, неизвестно для какой цели. Древесного угля, если вот так по сути разобраться, его можно сыпать в большом количестве, потому что древесный уголь служит как разрыхлителем, так и антисептиком. Чайная ложечка, там на дно она где-то ее бросила, все. И песок, и, причем, сыпет все слоями, слегка смешала это на почве, то есть, песок этот даже не смешался с почвой, и кора это осталось слоями, и посадила туда плеяспилос, который назвала литопсом, пуледонис, который назвала пеллюцидой, хавортию какую-то, по-моему, эхиверию лолу, суккулент адромискус и две эшеверии, эшеверии. Вот с этих фраз уже нужно было выключать видео. Когда так нелепо называют растения, это однозначно человек никогда не имел с этими растениями дело. Она посмотрела в интернете, ага, есть такие суккуленты, как они называются, она не запомнила, вроде эхиверия, эшеверия, ага, эшеверия, пусть будет эшеверия, все, эшеверия. И там, причем, заставкой сверху идут, она рассказывает об этих суккулентах, и идут, как бы, фотографии, накладываются растения, которые должны быть в итоге совершенно другие виды. Ну, вообще, нет слов у меня. на все вот эти видео. Друзья, ни в коем случае никогда не сажайте свои суккуленты во флорариум. Это недолговечные композиции, они прослужат у вас максимум месяц. Это при условии, если вы просто их посадите, ничего с ними не будете делать. конечно, эта миниатюрная экосистема выглядит привлекательно, экзотично, но, как мы уже с вами знаем, для суккулентов такие условия просто губительны. С грустью я наблюдаю, конечно, за тем, что рейтинги у таких продавцов и у таких рекламщиков, флорариумов набирают большие обороты, потому что люди ведутся на эту красоту и не зная совершенно в каких условиях нужно выращивать суккуленты. Ну, правильно, что, за 2,5 тысячи, за 3 купил флорариум, постоял он у вас и месяца через 3-4 это если вы совсем про него забудете, он у вас постепенно сдохнет. Если же вы хорошо польете, как советуют в некоторых видео, да, поливайте там пару раз в неделю будет достаточно. Вот если вы пару раз в неделю польете в течение месяца в таком флорариуме, то все, до свидания, попрощайтесь со своим флорариумом. Суккулентов для роста нужна аэрация, то есть доступ воздуха должен быть постоянно. Вот эта влага, которая испаряется из почвы при поливе, она должна обязательно выходить. Корни растений, листья растений должны продуваться воздухом. Вы полили и поставили, да, самое еще интересное, вот вы полили и поставили свой флорариум на солнце, на окошко, потому что, да, суккулентам нужен свет, потому что им нужно яркое солнышко, и мы ставим свой флорариум политый на яркое солнце. Итог. Итог, ваши корни сварились. За два часа ваши корни сварились, и ваши растения через день осыпят все листья, ствол сгниет, то есть, вы его сварили. Вот у меня сейчас растение, смотрите, вот открыто окно, вот видите, вот фрамуга, она открыта, то есть, проветривание полностью. Вот здесь я подложила, чтобы холодный воздух не поступал быстро к горшкам, то есть, он успел успевал рассеиваться. Я на каждой полке подложила вот такой клок утеплителя полипропиленового, он очень эффективный, и он также дает тепло и задерживает холод. И вот эти все растения у меня обдуваются воздухом, потому что сейчас начинается март, солнце начинает греть активно, и вот приложить если руку вот сюда очень-очень тепло. То есть, если я их полью, и если они у меня будут находиться на солнце, на прямом солнце некоторое время, там 2-3 дня, то часть растений своих я не увижу. Корни их сварятся, особенно если горшки темные, на которые солнце припекает быстрее. Это однозначно случится, поэтому, когда у вас растения стоят на открытом, что-то вообще нет ничего, ни цвета, ничего, что-то мутное, все. Когда растения у вас стоят под прямыми солнечными лучами, и тем более, если вы их в этот день или за день до этого полили, обязательно открывайте окно, обязательно. В другом случае, корни просто сварятся в считанные минуты. Я это проходила, я тоже была когда-то начинающим суккулентоводом, я это проходила, и я не понимала, что такое, почему он сдох так быстро, вот он взял и рассыпался, у меня на глазах, я беру розетку, она у меня рассыпается на глазах, а потому, что корни сварились, перегрев корневой системы, и все. Суккуленты ж не привыкли к этому. В своих условиях обитания, в пустынях, в Мексике, они вообще там не видят влаги. Литопсы питаются той влагой, которая поступает им от туманов, то есть полив они практически совсем не видят. Мы же здесь содержим их в совершенно других условиях, пытаемся приблизить, но все равно далеко не у каждого это получается и можно сказать у каждого, просто у любого человека, даже у человека со стажем есть свои ошибки. И вот для суккулентов вот эта влага совместно с солнцем, она действует губительно, корни просто варятся, уже они не функционируют, горшок нагрелся до 40-50 градусов, а может быть и до 60-ти, потому что через стекло температура увеличивается, а у нас тройные стеклопакеты, они вообще действуют как лупа. И все. Если вы поставите вот этот флорариум вот в такую среду, в которой сейчас находятся мои суккуленты, если я его где-то тут сейчас рядышком положу, ой, вон муха залетела, открытое окно, ой, какой ужас, проснулись уже мухи, то вот здесь ваши суккуленты погибнут за день, если вы их польете и поставите на окно. А так как суккулентам обязательно для роста нужен свет, нужно яркое солнце, то флорариумы для них являются абсолютно непригодной средой для проживания. и поэтому девочки, как бы это не было красиво, как бы красиво не смотрелись суккуленты на витринах магазинов, в интернете, на сайтах продаж флорариумов, как бы они красиво не смотрелись, как бы у вас руки не чесались и не тянулись, бейте себя по рукам, никогда не покупайте флорариумы и никогда не сажайте суккуленты во флорариумы. Но если вы хотите убить свои растения, да, пожалуйста, посадите. Но если же вы их любите, если они для вас дороги, то ни в коем случае забудьте о флорариумах. Хотите флорариум, напихайте туда, декорируйте его как хотите, напихайте туда искусственных суккулентов, которые сейчас продаются в большом количестве, и все, и будет вам счастье, и будете, поставьте его в самый темный угол, они всегда у вас будут красивые и привлекательные. Но с живыми суккулентами такое просто не делайте. Ну, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Запомните это. Ну, все. Это был небольшой обзор на тему флорариумов. Да, экзотично смотрится. Мох этот привлекает внимание. Ну, особенно, если мы, конечно, посадим сюда живой мох. Вообще будет супер. Живой мох иной раз еще и цветет. Замечательно будет. Прошу прощения у всех за свою иронию, но эту тему без иронии рассказывать невозможно. потому что, так как ее преподносят якобы знатоки, нужно довести до сведений новичков и даже не новичков настоящую суть этой проблемы. Напоследок вам покажу литопсы. Вот, кстати, да, еще сажают во флорариумы абсолютно разные по условиям содержания растений. Литопсы. Вот, смотрите, литопсы я не поливала, их нельзя поливать с ноября где-то по апрель. Вот они у меня не политы, стоят уже, наверное, месяцев пять совершенно. Они живы, они растут и живут благодаря тому, что влагу они берут из старых листьев. Вот сейчас у них заканчивается линька. Я их полью только тогда, когда вот эти все нижние листики будут хотя бы вот такого плана. Даже еще суши. А литопсы сажают и уверяют, что да, поливайте два раза в неделю, будет вам счастье. Но ни в коем случае, девочки, нельзя. Ну все, разговорилась я. Прошу прощения у тех, кого я обидела ненароком. Ну вот как-то так. Ну все, пока-пока.